В эфире телеканала Первые Карагандинские новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В развитии сельского хозяйства Карагандинской области примут участие польские инвесторы. В областном Акимате подписан меморандум о создании агрогородка. Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом стало больше. В Центре оперативного управления прошло выездное совещание с участием первого заместителя Акима Карагандинской области Ассалбека Дюсибаева. Успеть до начала отопительного сезона. Полным ходом идет реконструкция тепловых сетей на проспекте Шахтеров. Однако это не помешает местным жителям получить горячую воду. Польские овощи, фрукты и ягоды карагандинского производства. В скором времени жители области смогут насладиться плодовочной продукцией европейского качества. В Бухажраусском районе будет создан новый агрогородок. Глава региона подписал меморандум с польскими сельхозпроизводителями. Польских инвесторов встретил Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона отметил значимость совместной работы по строительству агропромышленного комплекса. Ведь план строительства агрогородка в Казахстане уже не раз обсуждался на заседаниях Межправительственной комиссии двух стран. В Казахстане появятся новые производства по выращиванию сельскохозяйственной культуры, по их переработке. Это создаст возможность там не только наращивать наш экономический потенциал, но и с этой продукцией совместно с нашими польскими партнерами выходить на соседние рынки. Новый проект принесет не только новые доходы. Преимущества почувствуют и безработные. Польские партнеры намерены обучать специалистов для новых предприятий. Подготовкой займутся как карагандинские вузы, так и польские. Для этого будет создан единый научно-образовательный центр. Которые уже начали сотрудничать и подписывать даже договоры польские университеты в Астане с таким университетом, так что уже начали работать. Надо просто этот проект заставить эти университеты побольше. Создание агрогородка способствует развитию сельского хозяйства в регионе, отметила Ким области. Кроме того, это позволит улучшить условия хранения и переработки плодовощной продукции. Первый этап строительства агрогородка обойдется польским инвесторам в 100 миллионов американских долларов. Айем Амрина, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Полицейские отмечают, что на дорогах Карагандинской области наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Однако аварий со смертельным исходом в некоторых населенных пунктах стало больше. Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на выездном совещании с участием первого заместителя Акима области Асалбека Дюсюбаева. Свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили полицейские с помощью камер видеонаблюдения. Оперативное реагирование на все правонарушения и преступления – вот главная задача Центра оперативного управления. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсюбаев ознакомился с работой этой системы. О нынешней ситуации в деле обеспечения безопасности дорожного движения на специальном выездном совещании доложил начальник местной полицейской службы. Жалгазбай Жакаев сообщил, что уменьшено количество ДТП, снижен уровень смертности и травмированности водителей и пешеходов. Однако эта статистика не касается Караганды и Жасказгана. Особенно часто автолюбители сбивают пешеходов. В целом по области наблюдается снижение количества выявленных нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, на 10,5%. Еще 86 происшествий или 35,2% приходится на столкновения. При этом общее количество столкновений выросло на 7,5% по сравнению с прошлым годом. По мнению полицейских, одна из причин такой статистики – отсутствие дорожных знаков и разметки на опасных участках дорог. Но все же главное – это вина водителей. Чтобы их дисциплинировать, на автотрассах устанавливаются макеты спецавтомобилей и муляжи скористемеров. Первый заместитель Акима области подверг жесткой критике доклад начальника местной полиции. Асалбек Дуисибаев отметил, что отсутствуют конкретные предложения с указанием улиц, где необходима установка дорожных знаков. Также первый заместитель Акима области рекомендовал провести работу по выявлению водителей машин без номеров. Зачастую правила нарушают именно такие автовладельцы. Не раз видели, когда на большой скорости, на красный свет машины без номеров ночью особенно проезжали. Потом, когда видео вам скидывают, вы найти не можете, потому что нет номеров. Других городов такого нет. На совещание особое внимание уделили участку автодороги Газеларда-Павлодар. От ДСК до поворота на поселок Актаз. Асфальтовое покрытие полностью разрушено. На дороге большие ямы и выбоины. Из-за этого водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения. Такое положение дел возмутило первого заместителя Акима области. Терпеть это нам, как власти, при том, что мы в городе сейчас большой объем будем работать делать, я думаю, это недопустимо. Я с вами полностью согласен. Я, вот, есть, конечно, определенные причины, как вы отметили, но буквально с понедельником мы приступим к работе. Я приглашу свои извинения перед поселением региона, перед поселением города Сарай. Встанет денег, мы приступим, возьмем на личный контроль. По итогам выездного совещания Солбек Дусибаев поручил принять меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и недопущению роста уровня травматизма. Кроме того, первый заместитель Акима области поручил аппарату Акима области организовать совместный рейд. Его цель – выявить факты использования служебных удостоверений сотрудниками госучреждений всех уровней при нарушении правил дорожного движения. Солбек Дусибаев заявил, что если сотрудники местной полиции закрывают глаза на правонарушение, их необходимо увольнять. В целом же необходимо поменять систему и исключить пособничество государственным органам. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Сегодня в ночь с 1 на 2 июля по священному календарю исламской религии наступает одна из самых ожидаемых ночей. Кадр Тене – ночь бодрствования и поклонения Всевышнему. Также эту ночь называют часы предопределения. Какие блага ожидают неспящих и чем так полезна эта ночь, узнавала Аймамрина. Сегодня во всех мечетях священнослужители и прихожане проведут ночь предопределения. В храме Всевышнего обычно яблоку негде упасть. Залы переполнены жителями и гостями города. Прихожане посещают мечеть с одной целью – поклониться Аллаху в кадр Теню. Для всех постящихся готовится ужин разговения. В ночь предопределения имамы читают слова назидания, проповеди. Рассказывают об основах ислама. Сегодня мы встречаем эту ночь. Эта ночь лучше, чем тысячи месяцев. Лучше, чем тысячи месяцев. Если кто мусульманин, который встречает эту ночь, проводит до зари, поклоняясь, делая молитвы, делая поклонения, тому человеку прощаются все предыдущие грехи. Во время Рамазана дни и ночи являются священными. Особенными считаются последние 10 дней, поскольку на эту неделю выпадает кадр Теню. Эта ночь равна тысяче месяцев поклонения. В ночь предопределения Аллахом был неспослан Куран. Поэтому добрые деяния в кадр Тене воздадутся особенно. Что в эту ночь все ангелы с небес спускаются на землю, дабы принимать молитвы и передать Всевышнему наши молитвы. Сегодня в Центральной областной мечети в 21.22 состоится Аузашар – ужин разговения с главой региона Нурмухамбетом Абдебековым. С 11 ночи до 3 утра наступают часы предопределения. Все желания, загаданные в эту ночь, сбудутся. Все желающие получить САУА благословения могут посетить мечети или бодрствовать дома. Айем Амри на Жахслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В ближайшие дни карагандинцы смогут наконец-то помыться. Горячую воду дадут со дня на день. Об этом нам сообщили в компании «Теплотранзит». Заполнение сетей уже началось. Однако порадоваться благам цивилизации смогут не все. Из-за реконструкции теплосети по улице Ермекова подача горячей воды откладывается еще на пару месяцев. По проспекту Шахтеров тоже начался сезон раскопок. К счастью, перебоев с водой у населения не будет. Подробности далее. На юго-востоке начался сезон раскопок. Компания «Теплотранзит» проводит реконструкцию теплосети по проспекту Шахтеров. Это отрезок от проспекта Республики до магазина 12 месяцев. Протяженность данного участка 900 метров. Работа началась благодаря выделенным финансам по государственной программе «Нурлажол». 10 июня заключен договор с победителем конкурса с компанией «Тоттемирарка». Срок завершения работ по монтажу труб определен до сентября 2016 года. Работы по благоустройству будут завершены 1 октября 2016 года. Работы на реконструкцию ведутся согласно утвержденному графику производственных работ. Отставания не наблюдаются. Сейчас на объекте работают порядка 20 карагандинцев. Ведется демонтаж старых коммуникаций. Для дальнейших работ специалистам нужны трубы большого диаметра. К сожалению, в Казахстане их не производят. Подрядчикам придется ждать три недели, пока их привезут из Челябинска. «По факту сейчас уложена труба диаметром 700, а придет труба 820. Увеличение будет трубы. С применением ППУ изоляции, что даст только гарантии 50 лет данной трубы». Также по программе «Нурлужол» будет проведена реконструкция водопровода по улице Гоголя. Монополист заменит 4,3 километра труб. Дорогу перекрывать не будут. Водопровод будут прокладывать в землю без вскрытия асфальта. Кроме того, запланирована реконструкция канализационного коллектора номер 10. А.М. Амрина, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Все лучшее детям. Отделение социальной помощи на дому Казбекбийского района, а также отдел занятости и социальных программ города Караганды провели благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями. «Астана – город мира». Так называлась акция. «Соцработники, мы стараемся работать активно, дружим с нашими детьми, заботимся о них, проводим стопроцентную работу по обеспечению досуга наших детей, не оставляем без внимания родителей, полностью заботимся и предоставляем всякую психологическую помощь детям и родителям». На столах любимые блюда всех детей – пицца и сладости. За столом – необычные дети. Все они – подопечные отделения социальной помощи на дому. В начале программы организаторы мероприятия поздравили всех гостей с предстоящим праздником Днем столицы. На протяжении всего вечера детишек развлекали веселые аниматоры и забавные клоуны. «Я выражаю огромную благодарность организаторам. Это действительно большой праздник для наших детей. Это очень приятно – видеть их с улыбкой. Надеюсь, подобных праздников будет больше». На сегодняшний день подобные акции набирают большую популярность. Социальные работники часто проводят культурно-массовые мероприятия для всех ребятишек, стараясь дарить деткам больше радости. А сельство Замбаева, Жаксулык, Нуртай, Александр Царикидзе, Первый, Карагандинский. Грабители, державшие в страхе все мелкие магазины, ломбарды и бинго-клубы города Металургов, задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 27 и 28 лет. Полицейские вышли на их след по горячим следам. Задержанные уже признались в том, что совершили 7 разбойных нападений на территории города Тимиртау. Сценарий преступлений был всегда один и тот же. Они угрожали игрушечным пистолетом и забирали деньги. Последний налет преступники совершили совсем недавно, 25 июня. Ущерб составил 130 тысяч тенге. Полицейские завели уголовное дело по всем эпизодам. Подозреваемые арестованы. Уникальную методику лечения политравм презентовали специалисты ближнего зарубежья. В Караганде состоялась конференция, в которой приняли участие карагандинские врачи-травматологи. На мероприятии также обсудили острые проблемы в травматологии. По данным статистики, на сегодняшний день травматизм является одной из основных причин смертности трудоспособного населения в возрасте до 40 лет. Асель Сазанбаева с подробностями. Политравмы – это травматическое повреждение двух и более анатомических областей. Высокая летальность при политравмах связана с повреждением внутренних органов, тяжелыми открытыми переломами и отрывами верхних и нижних конечностей, а также с возникновением осложнений. Медицина в Казахстане развивается семимильными шагами, благодаря ее открытости, благодаря тому, что проводятся такие семинары, благодаря тому, что вы приглашаете специалистов не только из регионов СНК, но и из других стран, ближнего и дальнего зарубежья. И наверняка медицина в Казахстане ждет большое будущее. Травматологические повреждения в основном возникают у молодых людей, сопровождаются нарушением жизненно важных функций, что может привести к летальному исходу. В настоящее время, по крайней мере клиника Макожанов занимается внедрением всех новых технологий за рубежом, которые основаны на скорейшем оказании помощи, ранее качественном оказании помощи, то есть это специальное оборудование, инструментарии, технологии, тактики в подходе лечения, конечно, мы это все применяем. На конференции участники обсудили проблемы в области травматологии, а также ознакомились с новейшими методиками, которые позволяют лечить больных максимально быстро и с минимальным риском осложнений. Асель Сазымбаев Александр Цирикидзе, первый карагандинский. И еще об одном. Клиника Гиппократ не перестает удивлять своих пациентов. С сегодняшнего дня на базе уже действующего центра ультразвукового исследования врачи могут выезжать на дом вместе с аппаратом УЗИ. Подробнее о новой услуге расскажет Лариса Хусаинова. В клинике Гиппократ с 2001 года были установлены аппараты звукового исследования. Изучая потребность пациентов в Карагандинской области был создан центр УЗИ. На базе центра действует 8 аппаратов, 6 стационарных и 2 переносных. Если у пациента сильные боли, врачи на дому могут провести ультразвуковое исследование. Если у пациента сильная боль, и мы не можем выяснить саму причину, мы можем посмотреть даже наличие, например, где камень находится в желчном пузыре или в протоках желчного пузыря, что нам убыстряет нашу работу. То есть в диагностическом плане быстро мы принимаем решение и привозим в ту или иную. У нас имеется стационар, мы можем привезти в свое хирургическое отделение, не потеряв при этом ни времени и оказать быструю и качественную медицинскую помощь. В рамках государственно-частного партнерства клиника Гиппократ оказывает услуги по субподряду медицинским организациям области. Это дает возможность населению получать весь спектр услуг клиники за счет государства. Получить консультацию и поставить диагноз можно на дому с помощью переносных аппаратов, а после на стационарном оборудовании продолжается обследование и лечение. Целью создания центра было предоставить населению Караганды и области сделать доступную услугу ультразвукового исследования, доступной как по времени, так и по стоимости. И главным условием при этом было не потерять качество. Некоторые аппараты клиники Гиппократ в Караганде и в Казахстане в одном экземпляре. Благодаря центру можно в разы сократить стоимость и время исследования. Выезд в отдаленные населенные пункты, а также предприятия и организации для проведения исследований и скринингов. Все это возможно благодаря клинике. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Солгородный стажер. Редактор субтитров А.Семкин